К нам присоединяется Ирина Якутенко, это молекулярный биолог, научный журналист, автор телеграм-канала «Безвольные каменщики». Ирина, приветствую вас. Добрый вечер. Многие, я знаю, думали, что вот с предыдущей волной омикронштамма вся пандемия наконец-то закончится. Получается, что это не совсем так, и вот все эти волны с человечеством надолго, если даже не на всю оставшуюся жизнь, я правильно понимаю? Ну, на самом деле, в утверждении, что все думали, что с предыдущими волнами закончится ковид, может быть многие, но среди специалистов, в общем, никто так не думал, потому что способность коронавируса к мутациям, она, конечно, совершенно выдающаяся, она удивила специалистов, даже тех, кто занимался коронавирусом. Они не предполагали, что он в таких широких пределах может мутировать, и что эти мутации так хорошо позволяют ему уходить от наших антител, и при этом еще сохранять способность заражать наши клетки. Поэтому нет, волна не последняя, и если будут новые мутации, можно ждать и еще. Ну, а так или иначе, это тенденция все-таки к некоему спаду выраженности симптомов, или может все как-то повернуться нехорошим образом в какой-то момент, или, скорее всего, этого не произойдет? Тенденция на снижение тяжести заболевания связана, видимо, не столько с собственной патогенностью новых вариантов омикрона, которую и оценить-то, на самом деле, довольно сложно, потому что практически не осталось в мире людей, которые бы не имели в том или ином виде иммунитета к коронавирусу, либо после болезни, либо после прививки, либо после того и другого. И, скорее всего, ну, по крайней мере, большая часть маленькой патогенности связана с тем, что у людей есть защитный иммунитет, не только антительный, но и в том числе Т-клеточный. То есть они заражаются новыми вариантами омикрона, но их Т-клетки, которые менее чувствительны к мутациям, они сохраняют защитный потенциал и предохраняют от тяжелого течения. Поэтому мы видим такую видимую большую мягкость новых вариантов омикрона. Но, скорее всего, если бы у нас была наивная популяция, возможно, примерно такая же тяжесть заболевания и была бы, может быть, чуть меньше, просто все, у кого не было иммунитета, они были более беззащитны перед новыми мутациями. Поэтому можно осторожно предполагать, что патогенез тяжелый не является необходимым для распространения коронавируса. Скажем, если бы он распространялся исключительно от умирающих людей, то можно было бы предполагать, что дальнейшее развитие штамма будет приводить к большему патогенезу. Но он распространяется, главным образом, до начала развития симптомов, поэтому никакого отбора на утяжеление протекания болезни тут быть не должно. И поэтому можно, конечно, предположить, что случайным образом он будет вызывать больше патогенез, но это будет уже тогда несчастливая случайность. В целом, направленного движения в ту сторону быть не должно. То есть вряд ли будет именно целенаправленное утяжеление. Только если нам очень не повезет, и какая-то очередная мутация ухода будет провоцировать более тяжелый патогенез. Но тут невозможно предсказать. Мы, к сожалению, не можем предсказывать, как будут сказываться те или иные мутации на ходе течения болезни, потому что мы до конца даже не понимаем, почему коронавирус вызывает такую тяжелую болезнь. Ирина, а вот вакцинированным, может быть, уже относительно давно или уже переболевшим сейчас имеет смысл делать какие-то бустерные дозы или все индивидуально зависит от конкретной ситуации, возраст, анамнез, сопутствующие заболевания и так далее? Что можно здесь посоветовать? Понятно, что советовать должны врачи, но тем не менее. Да, советовать должны врачи, во-первых. Но, во-вторых, никто сейчас вам не посоветует, потому что советы вроде вот мы от гриппа прививаемся раз в год до начала эпидемии, можно давать только когда отношения человека и вируса устоялись. И мы вот точно знаем, что когда сезонность гриппа, связанная с нашим поведением, она выражена в холодное время года в северном полушарии. У ковида, как мы видим, никакой сезонности пока нет. Вот опять сейчас у нас явно будет волна, а у нас середина лета, поэтому по срокам никто не даст сейчас ответ. Вот я только что смотрела последние отчеты ВОЗ по эффективности мутации против тяжелого течения. Она по-прежнему сохраняется высокой, поэтому международные медицинские организации, там, я не знаю, СТС или ШТИКО немецкий или НХС британский, они рекомендуют не по времени с момента последней прививки, а по общему количеству прививок их рекомендации. То есть для большинства людей не из групп риска. Рекомендуется сделать две основные прививки МРНК-вакцинами и один бустер тоже МРНК-вакцинами. Если где-то была другая вакцина, туда делать нужные МРНК-вакцинами. Для людей из групп риска рекомендуется сделать два бустера. Пока больше рекомендаций нет. У нас на подходе, возможно, новые вакцины, но в экспертном сообществе идут дебаты, потому что мы не видим никакой улучшенной, на самом деле, выраженной, большей эффективности у вакцин, которые специально сделаны против омикрона. Плюс мы видим, как быстро меняется вирус. И может получиться так, что хотя Pfizer или Moderna, они говорят, что мы готовы будем уже осенью начать производство новых вакцин, потому что не надо такие сложные проводить клинические испытания. Это фактически та же вакцина, чуть-чуть измененная под новые версии. А у нас, может быть, появятся к тому времени уже опять новые штаммы, снова здорово придется все переделывать. Поэтому уверенности, что новые вакцины так уж нужны, нет. Скорее всего, в будущем у нас будут мультивалентные вакцины, то есть против самых распространенных штаммов. И в идеале, конечно, панкоронавирусная вакцина нужна, то есть против всей группы коронавирусов, к которым относится наш SARS-CoV-2. Но пока нет никаких успехов в ее разработке. Так что пока у нас ситуация неопределенности, к сожалению. Что ж, ну еще раз напомним, наверное, что любые решения, связанные с вакцинацией или не вакцинацией, должны принимать врачи. Лучше с ними проконсультироваться. Это, опять же, обращение к нашим зрителям. Ирина, спасибо большое за ваше время. Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, автор телеграм-канала «Безвольные каменщики». Была в эфире RTV.